слава украине привет всем от полонского российская авиация терпит крах причем полный давайте просто пробежим и посмотрим откуда это растет откуда ноги растут и что происходит самолетами ну во-первых позавчера упал ил-76 точнее он не упал он неправильно приземлился но по вине техники ил-76 мд в душанбе сгорел вдрызг сразу же после этого ил-76 не это все вчера было время летит не поймешь сразу после ил-76 в кемеровской области абсолютно необъяснимое падение самолета заснятое было с поезда кстати и одна и вторая ссылочка как это выглядело можете посмотреть у нас на телеграм-канале ссылки в описании к данному ролику пожалуйста кому интересно в кемеровской области упал самолет падал очень похоже знаете съемка была на падение рейса мх-17 помните когда его расисты сбили тоже так медленно и долго падал упал куда-то в тайге его пока не нашли что за самолет был непонятно то есть но то что это был самолет абсолютно однозначно тоже упал самолет потом различные российские авиакомпании массово просто списывают самолеты которые они не могут ремонтировать количество мелких ну как мелких инцидентов является ли мелким инцидентом то что в воздухе один из двигателей перестает работать как по мне это кобздец да они приземлялись после этого там и суперджет и а321 различных авиакомпаний и т.д. и т.п. так вот количество таких казалось бы небольших инцидентов когда небольших никто не погиб просто но самолет совершал экстренную посадку иногда на пузо вон как у них там лесопосадки в поле сел самолет просто зашкаливает то есть каждый день такие инциденты раньше на них просто обращали внимание ну как же так там закрылки не выпустили что-то не сработало что-то не работает то сейчас это просто происходит массово что же такое все очень просто у них разваливается парк авиационной техники санкции все работают они конечно пытаются закупить какую-то лабуду по-другому не скажешь подделки какие-то китайские вот эти вот авиатехники но вы прекрасно понимаете что в случае с самолетами где многократные перегрузки где системы работать должны ну это не автомобиль куда можно это нежелательно не ставить ставить туда не оригинальные детали все мы прекрасно знаем да кто имел дело то ремонтировал когда-то они оригинальными деталями знают как долго они ходят на той же машине да и чем это чревато окей ну хорошо если это не тормоза все остальное в машине то они она тупо остановится не поедет дальше не завезет не заведется ты останешься жив просто вот поедешь на троллейбусе дальше правильно то в случае с самолетом вы сами прекрасно понимаете он летит на высоте там 10 километров ну и что-то сломалось потому что поставили фиг знает что или вообще не ремонтирует насколько я сейчас знаю насколько оттуда сейчас приходят новости то самолеты сейчас летают в чистом африканском стиле а в африке летают каким образом но не не во всех странах конечно кстати в эфиопии ремонтируют нормально египте более-менее нормально смотрят за самолетами а вот такая страна как заир например конга бенин тога и так далее нигерия частично нигер знаете ли там самолет летают пока не упадут все их никто не ремонтируют ну или ремонтируют но но когда что-то есть какие-то запчасти но на них ставят просто так она себе летит он же полетел полетел но все хорошо вот собственно говоря сейчас на россии абсолютно заирские методы и нормы по авиационной безопасности знаете что меня в этом меня абсолютно это не удивляет поскольку страна катится в пропасть в том числе авиационная отрасль катится туда же да меня это ничего не удивляет санкции не работают как они говорят да санкции полезно это зашибись меня удивляет другое что находятся дебилы которые на это ведь так сказать авиатехники на этом авиахламе согласно летать хотя после того как находятся дебилы которые едут воевать с билетом в один конец куда-то под донецк то удивляться что находятся те кто летает на авиахламе жадком и не приходится удивляться вот собственно все